Добрый день, друзья мои! Меня зовут Артём Постововский, я экскурсовод, и мы начинаем наше путешествие по центру города Севастополя. Начинаем мы вот здесь, возле памятника затопленных кораблям, который по праву является символом нашего героического города, морской трепостер на юге России. Наш город достаточно молодой, он был основан в 1783 году, в том же году, когда Крым пошел в состав Российской империи. Само название Севастополь греческого происхождения и переводится на русский язык как «город славы», «город достойного поклонения» или «величенный город». Название оказалось пророческим. Дважды Севастополь становился неприступной твердыней на пути штурмующего вражеские войны. Первый раз это случилось в Крымскую войну, а если быть точным, то в 1854-1555. Второй раз уже во время войны Великой Отечественной. Но более подробно об этих событиях и памятниках, связанных с историей нашего города, мы узнаем во время нашего путешествия. Севастопольская бухта. Она делит город на две неравных части. Северную, она сейчас находится слева от меня, и, собственно, южную, на которой распугается большее строение города Севастополя. Крупным планом мы можем увидеть память к затопленным кораблям. Он был воздвигнут в начале 20 века в память о тех парусных кораблях Черноморского флота, что были затоплены в Крымскую войну на входе в Севастопольскую бухту, дабы не допустить прорыва вражеских кораблей сюда на территории Севастопольского порта. Также, если вы посмотрите в сторону, куда указанная права рука, то можете видеть еще один монумент, связанный с уже революционными событиями. Именно здесь, на берегу, где мы стоим, и были расстреляны моряки мятежного крейсера очаков. Это трагическое событие в истории не только нашего города, но и всей страны произошло в 1905 году, когда вся страна была охвачена пламенем революции, первой русской революции, как сейчас называют историки. Ну, а мы двигаемся дальше, и нам впереди стоит увидеть еще большое количество различных памятников и достопримечательностей нашего славного города. Продолжение следует... Продолжение следует...